Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале LeanHustle, и сегодня у нас в Хомяке наконец-таки произошла подвижка, и они объявили, что сделали снимок, об этом можете посмотреть в прошлое видео, но сегодня мы поговорим о промежуточном сезоне, что это, зачем он нужен и что здесь надо делать. Итак, все, кто зашли после 21.00 по Москве 20-го числа в Хомяка, увидели вот такие вот картинки, вот такие вот менюшки, в которых нам рассказывают о том, что игровые достижения будут конвертированы в токен Хамстер, но это было понятно, и сейчас нам предлагают сыграть в новый ценный актив, кристаллы, получить их, которые потом тоже повлияют, то есть это будет некий бонус к аирдропу, и возможно они пригодят в следующем сезоне. Также здесь показывают итоги, типа вот лучшие карты, которые больше всего принесли, здесь почему-то, кстати, всем показывают, что 0 дней, видимо какой-то сбой, 3000 карт я улучшил, получил 10 миллиардов монет, вот видимо карты, которые они хотели ввести, но не ввели по каким-то причинам, либо скины, концепты, в общем просто так показали, и пишут, что давайте сыграем промежуточный сезон. Что делать в промежуточном сезоне? Все довольно просто и примитивно, вообще не стали они особо запариваться, смотрите, сразу скажу, все у кого есть рефералы от 7, заходите в раздел задания и забирайте вот эти ачивки, потому что остальные по какой-то причине заблокированы. Вот я даже выложил скриншот, сколько я получил, я смог забрать 55, остальные почему-то были заблокированы. Ну видимо теперь, когда будешь смотреть видео, будет даваться тоже кристалл. В общем эти кристаллы будут либо нужны в следующем сезоне, либо они будут бонусом для аирдропа. Мне кажется и то и другое вместе взятое. Итак, как получать эти кристаллы? В разделе Playground у нас есть куча вот этих игр, от них же самих как были, так и они и остались, причем тут их реально очень много, и они их вот добавляют просто каждый день уже по две штуки. Можете в них играть, получать там ключи и за это получать кристаллы. Не рекомендую сейчас использовать генераторы, и я вам объясню почему, еще чуть-чуть попозже покажу вам пруфы. Здесь есть мини-игры за вот этот пазл-гейм, который обновляется каждый день в 23.00, и комбо вы можете найти в нашем канале CryptoComba, вот QR-код и название, LH нижнее подчеркивание комбо, поскольку ссылки я пока не могу размещать. Так вот, кстати, превью, да, я уже сделал, значит, и вот эта плитка, ну я думаю вы эту плитку видели, вот я вам покажу сколько за нее дадут, я просто зашел для интереса. Если что, вот за две минуты игры я получил пять тысячных, поэтому не думаю, что вам стоит на это время тратить. Уж если и тратить, то играть вот в эти игры, если вы хотите получить больше этих алмазов. Ну и, разумеется, здесь есть вот такая вот прокачка, как и всегда, но здесь холд одной карты 6 часов, и доход, как вы видите, просто мизерный. Есть, кстати, и бесплатная карта для тех, у кого ничего нет, можете ей воспользоваться. Пока непонятно. Скорее всего, разумеется, это все будет задел на следующий сезон, потому что всего за пять дней вряд ли кто-то успеет серьезно здесь раскачаться. Ну и вот тут написано, какие игры сегодня добавили. Затапы, кстати, ничего не дается, просто появляется сердечко. И это пока вся информация, которая есть. Вот у меня прибыль в час 0.35. Ну, так себе, да, скажем. Значит, написано, что, не забывайте, что депозиты на... нужно будет выбрать в течение еще 13 часов, поэтому обязательно выбирайте уже. Ну, я думаю, уже все выбрали. И написано, что результаты подсчитываются. Разумеется, они не сразу подсчитаются, наверное, день, а может быть и больше, поскольку... Просто представьте, 300 миллионов пользователей подсчитать, всю эту базу данных собрать, это огромный труд. Значит, по заданиям сказал, да, и вот теперь про генераторы, что я нашел. Итак, вот топ-игрок в Хамстера, это Кит Криптовейл. Думаю, все, кто заходили в топ-игры, видели его, он где-то в топ-5 всегда находится. И вчера он выложил две интересные пасты, которые, кстати, сразу же публиковал свой канал по таполкам. Там тоже переходите, Lash, нижнее подчеркивание, Crypto1, обязательно подписывайтесь. Тут все быстрее, чем на YouTube, разумеется, и намного больше инфы полезной. Выложил вот такой интересный пост. Он привел в пример, значит, биографию Лэнса Армстронга. Это велосипедист, который выиграл кучу всяких, значит, призов, стал легендарным велосипедистом, но в конце карьеры оказалось, что он был читером в том плане, что он принимал допинг, подкупал судей и так далее. И за это ему дали везде пожизненный бан, и ему пришлось вернуть все призовые, которые он когда-либо получил. На что это намек? Можете рассчитывать сами. Ну вот следующий, это уже вообще интересно, что... Еще пример. Представим, что вы стоите в пробке на выезд в город. Ну, если что, да, сразу говорю, что это не просто его какие-то влажные фантазии, он приближенный к разработчикам человек. Значит, он здесь приводит пример, что люди ехали-ехали долго в пробке, и в самом конце решили по два последних километра от дому выезжайте на встречную обочину и пытайтесь обогнать, то есть поступить нечестно. И в итоге вы с народом расставите 4 часа, и только последние 5 минут ускорились. Но в итоге вся пробка нетерпеливо приезжает мимо вас, а вас штрафуют, и вам придется принести какое-то наказание. Очевидно, вот сейчас особенно, когда вышло это обновление, мне стало очевидно, что это намек на то, что не стоит использовать генераторы в промежуточном сезоне, поскольку мы уже столько проиграли, зачем вы будете использовать их сейчас? В целом я с этой логикой согласен, лично сам использовать не буду, и вам не советую, но опять же решение принимайте сами. Можете расценивать пост кита как некий такой провокация, как байт, чтобы вы этого не делали, на самом деле ничего не будет, это уже на вашей совести. Лично я не буду и вам не советую, но повторюсь. На этом пока информация все, больше ничего нам не выдали, дэрдропа 5,5 дней, и всем спасибо за просмотр, пишите мнение в комментарии, пишите, сколько вы монет заработали, какая у вас была скорость сейчас, да и в принципе, итоги все напишите, вот мои, можете посмотреть вот в телеге, вот я выгрузил их, ну или вот сейчас. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok